Рейды начинаются в 8 утра. Как раз в это время есть возможность застать должника дома. Служба судебных приставов, откройте, пожалуйста. У этого человека задолженность по транспортному налогу. Сумма немалая, более 60 тысяч рублей. О своих долгах сучениц знает и часть уже оплатил. Поэтому без сопротивлений впустил пристава в квартиру для описи имущества. Правда, попросил провести эту процедуру без камеры. В итоге опись была произведена на сумму 10 тысяч рублей. Но этой суммы явно не хватает, чтобы полностью погасить задолженность. Он является пенсионером. Будет направлено на пенсию постановление о списании 50% своего пенсии. Визит по следующим адресам прошел даром. Одна квартира, по которой прописан должник, явно уже давно заброшена. В другом доме неплательщика не было дома. Поэтому постановления о взыскании и судебное решение были переданы соседу. Часто бывает, что люди квартиры не открывают. На данный момент они не отвечают. Даже если отвечают, как бы слушают службу судебных приставов, скидывают трубку и все. Двери все-таки открыли. Но вот в квартире, как оказалось, должник уже давно не живет. Теперь судебные приставы будут обращаться в адресную службу для выявления точного места регистрации. Таким образом, из общей суммы налоговой задолженности по Хостинскому району, она составляет с начала года 36 миллионов рублей. На сегодняшний день погашено только около 8 миллионов. Основная задолженность физлиц по Хостинскому району – это налоги по транспорту, земельные налоги, имущественные налоги. В связи с чем город Сочин получает часть поступлений в бюджет, из-за чего тормозится развитие социальных программ. Бывают случаи, что уведомления на почтовый адрес из служб не доходят. Испавиться от неприятностей поможет сайт Госуслуг, где каждый может в своем личном кабинете проверять платежи и оплачивать счета онлайн. Такую же услугу предоставляет и портал налог.ру. Жители города должны понимать, что от их сознательности и своевременной оплаты налогов зависит развитие города. И лучше заплатить налоги вовремя и, как говорится, спать спокойно, не думая о том, что в двери могут постучать гости в форме. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.